вот мы продолжаем с вами путь по базовому лагерю эвереста как отличить принципе один лагерь от другого большая проблема потому что смотрите вот это лагерь наш это лагерь украинский вот это лагерь нимса вот это лагерь индийской армии вон там абрамова вон там интернациональный так вот чем главное отличие в этом году мы ходим друг другу ну по какой-то узкой договоренности потому что все очень боятся к вида и это имеет место быть что если ты заболел то все вот это восхождение она канцел вы поймите все чему вы готовились то что вы тратили деньги время она как бы заканчивается вон я вижу кстати христию христия идет на эверест без кислорода вы хотите узнать ее мнение по этому поводу пойдем спросим так вот 2018 году мы ходили друг другу в гости с огромным удовольствием и все были рады потому что не было ситуации ковида никто друг друга не боялся но здесь есть лагерь один американцев знаете что самое интересное сто двадцать тысяч евро стоило восхождение у этой компании у них заболело 10 шерпов не клиентов шерпов заболели ковидом они собрали экспедицию и улетели и никто вам деньги не вернет так вот 2018 год у нас большой дайнинг холл у нас дружная компания уже собрался собралось 4 человека из украины были интересные ребята испанцы один архитектор другой пилот они очень веселые и принципе мы брали колонку ставили вечером дайнинг холле и танцевали это было классно ребята запомните кто не танцует тот не заходит это конечно не шутка потому что для лучшей акклиматизации нужно двигаться понимаете двигаться постоянно но есть такая тема как прийти на высоту и умирать там сидеть тебе плохо тебе ужасно но ты терпишь ты терпишь терпишь но не уходишь вниз а есть подсоветского пространства это когда пирамида так вот этой программе ты приходишь набираешь высоту и активничаешь такой обезьяний труд негде ходить перекладывая что-то в палатке тебе нужно гонять кровь тебе нужно гонять кровь для того чтобы лучше проходила акклиматизация и здесь мы встречаем нашу землячку хрыстью свана франковска так то не знаком знакомьтесь хрыстья идет на все украинский рекорд расскажи о своем рекорде расскажи себе мы записываем фильм о 2018 году она туру собрала как это называется вот именно давай давай расскажи ну я зевану хранківська такая гуцулка справжня я тоже люблю горы и иду на верес без кисню а зачем мне это сделать с этой погодой сейчас я уже сомневаюсь где ты была на какой высоте на 7 920 4 табер 7 920 я с олегом поспорил что ты не зайдешь куди на вершину без кислорода ты за что я за то что кажу что без кислорода ты не зайдешь ты киски с ним ты киски а еще кажешь и зайдешь я тебе не сомневаюсь но ты не зайдешь не чуму я я хочу чути чуму хорошо есть интуиция есть здравый разум да так вот смотри если брать ответ ну в плане того что почему я так считаю один момент у тебя нет опыта без кислородного восхождения на восьми тысячах и послушай ты я с тобой согласен надо пробовать ну наверное чего-то меньше но если бы у нас не было таких больших амбиций мы бы не творили то что творим так вот с 8 300 каждый шаг этот 12 вдохов и вот почему дальше слишком много людей не взошло еще на эверест и будет большая очередь будет очень большая очередь и они помешают тебе зайти без кислорода даже если ты был можно смогла окей дай бог смотри это будет есть у тебя получится это будет украинский рекорд ты будешь первой женщиной которая зайдет на эверест без кислорода доброе сырники я буду есть здорово что так что так мы будем есть сырники за броню но олег же не ванного франкевске венжи же в одессе и он прийдет киев нора угощать меня но она дужит просто какой-то должен быть спор и поэтому он стал противобит если бы мы спорили на деньги он отказался поэтому мы поспорили на сырники мы поспорили на сырники давай у меня вроджена вада легень что такое вада легень в мене просто не такие легень как у всех ты можешь дышать под водой я не про это я про те что они мают очень величезный объем это доброе и например из каждой люди из грудной клетки до легень 2 сантиметра так так да в мене только всего на всего пив сантиметра ага и тому а навык лекарь каже в тебе величезный шанс спробовать и ты без кислорода потому что в мене легене берут набагато больше объем ты знаешь свой порциональный объем легких знаю я не помню это доброе и лекарь знаю это доброе и когда я сделала и ДОЗД и МРТ и так далее я была очень доволена когда лекарь сказал что у меня такие легене о может может быть один миллион потому что это вада али так корисная вада и вона меня абсолютно не заважает тому можно так сказать что лекарь меня подбили на те чтобы я спробовала свои легене розкачать ты им скажи если что-то пойдет не так они будут сырники давай но лишь все но дима в мене будет баллон в мене будет маска в мене два шерпа в мене они тоже будут мать с собой баллони мои ну тому я не дуже ризикую своим життям ну то есть что я почую что у меня организм в мене организм начинает не так працювати як як мае бути все одягаю маску я дуже святому до цього слабоумие и отвага это не твоя девизь не хорошо абсолютно хорошо если что-то не так я начинаю очковать кислород так все доброе и сразу потому что я сразу начинаю думать про свою доньку про маму ты знаешь что Абрамов был на Эвересе сколько раз так и в этом году он собирался идти без кислорода и и не идет да но наоборот высота дается ну довольно она стабильно людям после 40 лет знаешь что там молодым тяжелее дается актиматизация я просто кажу что я хочу скоростатись этим ну як я народилася знаешь да ну и что в мене вот така штука короче так что я надеюсь все что Бог будет милосердный до меня и я смогу это купить но потом блин капут да ну все желаем тебе удачи но пасаран итак мы вышли на ледник хумбу мы все никак не можем дойти но мы сейчас туда придем хотел рассказать интересные вещи фух задышка в чем интересные вещи у нас был спонсор в восемнадцатом году и это была криптовалюта и идея была то что мы занесем и на самую вершину оставим там кошелек с суммой 50 тысяч долларов так вот мы ходили на комбу для красивых фотосессий для этого спонсора для видео фильмы но они потом монтировали и это было классно это было классно так вот что я хотел сказать важно берите в поход женщин берите в поход девушек если конечно не все это вытерпят если они это любят почему потому что девушки по ходе это куртуазно понимаете ребят вот пропадает вот это солдафонщина я хоть и не был в армии но мне кажется это оно вот эта солдафонщина пропадает она вот вы лишний раз будете на скид переодевать понимаете лично раз примите душ от вас не будет дурно пахнуть и как-то женщина она наполняет энергией наполняет энергией не только вас мужчины вообще весь лагерь атмосферу но там становится по-другому выглядеть это кухня этот стол все это очень классно а еще девушки я вам скажу если вы не знаете вы гораздо гораздо выносливее чем мужчины вот я просто это видел но вот преклоняясь может быть потому что вам природа дан дано рожать и вы такие мощные сильные может по каким-то другим причинам бог решил что вы такие сильные но вы сильнее чем мы конечно мы не идем ледникум в кроссовках вообще мы идем в ботинках берем с собой кошки и готовимся его штурмовать но он правда красивый так вот восемнадцатом году когда мы увидели первый раз ледник кумбу он он настолько впечатлил это было настолько красиво вот просто потрясающий вид ты идешь и ты не знаешь что будет за новым поворотом ты поднимаешься там новый ледник еще более впечатляющий какой-то сирак так интересно вот что отличает кумбу восемнадцатого года от 21 это трещины размер трещин потому что восемнадцатом году было связано три и по моему даже четыре лестницы подряд что переходить по ним было интересно стремно жутковато и классно в этом году максимум одна лестница ну то есть маршрут меняется каждый день маршрут меняется здесь на леднике кумбу есть специальные айс-докторы которые провешали эти перила и каждый день они их проверяют чтобы они были в безопасности потому что реально ледник кумбу довольно опасное место мы пришли через ледник кумбу в первый лагерь там есть один огромный плюс из него видно нубцы из него видно лхотзе из него видно эверест но сам по себе первый лагерь это суровое место такая пустыня льда с трещинами довольно мало палаток ужасная кухня то есть когда мы пришли в первый лагерь нам дали пить чай и есть мивину еди мы не вину не вину и сам вот наше шай вкусно все там нет другой еды это промежуточный лагерь на высоте шесток которым как правило долго не проводит времени одна ночевка и ты переходишь во второй во второй лагерь путь во второй лагерь заслуживает отдельного внимания ребята не дай бог вам попасть путь с первого лагеря во второй в жару с девяти до двенадцати я вам не могу передать эмоции которые были при этом переходе понимаете жара 45 градусов вы представьте себе ну то есть это не как здесь типа жарко но тут есть сквозняк тут все гуляет и как-то как-то свежо а там ты как под увеличительным стеклом справа стена льда слева прямо и это все вот заходит на конус отражается от снега снизу и ты идешь в это жаре в это жаре 45 градусов минимум которые показывали часы очки со степенью защиты 4 не очень справляется тебе приходится там жмуриться под ними но это не самое страшное с нашей команды в этом году вот буквально неделю назад несколько человек получила солнечный удар я сам когда шел засыпал на ходу и падал на этот маршрут ну это очень тяжело ну то есть жара мне кажется убивает в этой ситуации гораздо больше чем холод когда холод ты хочешь двигаться тебе нужно двигаться ты можешь двигаться а когда жара ты еле двигаешься вот просто это это ужасно это ужасно тяжело и поэтому мы делали переход ночью то есть мы выходили 12 часов ночи за 4-5 часов проходили ледник хумбу и следующие 4 часов 4-5 часов проходили до второго лагеря и вот мы здесь в этом месте силы это начало ледника к хумбу он потрясающий не так ли и мы с вами пойдем по нему дальше мы пройдемся по наблюдаем его красоту я вам расскажу что происходило мы пришли в лагерь 2 что из себя представляет лагерь 2 лагерь 2 это такое место проверки понимаете к нему довольно нелегко добраться особенно первый раз и там очень часто люди разворачиваются и идут вниз хорошо если идут они их эвакуируют вниз это место где такая точка проверки то есть это высота уже 6400 и она довольно серьезно бьет температура падает ночью около минус 22 и он также тепло но ночью минус 22 и бывает очень сильный ветер такой сильный ветер что палатки прижимают так тебе прямо по лицу давит палатками но я не пытаюсь вас испугать лагерем 2 но это место точно силы это точно место проверки даже в этот раз буквально две недели назад сами шла девушка индуска она собиралась идти на эверест она дошла до 2 лагеря и было очень плохо очень плохо она всю ночь стонала ей было плохо на утро мы проверили ситуацию в нашем лагере была наташа доктор она проверила ее состояние и говорит что ей невозможно идти вверх она должна развернуться дать искусственный кислород и спитать вниз так это и произошло в 2018 году у нас был парень из пакистана который собирался идти на две вершины на уход за и на эверест одну за другой так вот он был очень мощным готовился он тренировался но что-то неправильно было в его акклиматизации когда он пришел во второй лагерь но он выглядел ужасно он просто выглядел ужасно это было очевидно что ему нужно спускать вниз и он спустился вниз и отказался от восхождения я к чему это все рассказываю ребят очень важно очень важно делать правильную акклиматизацию правильную акклиматизацию по своему собственному самочувствию поймите темп хождения в горах у всех может быть очень разным поэтому не надо не надо бежать за кем-то и думая показываю что если ты бежишь ты показываешь свое классное состояние это ничего не значит поверьте вначале ничего не значит альпинизм высокие горы это это не марафон это ультра марафон поэтому 100 метровку не применяйте здесь во втором лагере неплохая еда довольно неплохая еда но есть одно отличие как бы ты не просил сколько раз бы ты не говорил но у спайси почему-то это не работает наверное потому что они готовят в одной емкости еду и для себя и для нас и она постоянно очень острая очень но там бывает мясо там бывают какие-то сладости опять же вина даже спагетти может быть что-то из теста во втором лагере мы провели ночь сделали акклиматизационный выход в третий лагерь третий лагерь на высоту 7100 что из себя представляет третий лагерь это уже довольно ну не то чтобы резкий но резкий подъем наверх ты поднимаешься в третий лагерь на 7100 там тебя ждут хорошо если ждут малое количество палаток и эти палатки они уже дежурные то есть из нее полчаса назад потом вышел на вершину и ты в эту палатку зашел это на климатизационном выходе либо ты ночуешь ну то есть эти палатки не всегда по сути очередя часто бывает что когда не погода как это было сейчас в одну палатку в трехместную залазит по восемь человек еще и в кошках существует основных две системы одна ближе к американской другая по советской по советская система заключается восхождение акклиматизации в том что вы поднимаетесь и спускаетесь ночуете на меньшей высоте на следующий поднимаетесь на эту высоту там вы можете ночевать днем выйти на еще высоту и вернуться таким самым образом плавная демонтизация мы поднялись 3 лагерь всем кто планировали там ночевать но потом подумали что наверное не обязательно ночевать и можно идти вниз я хочу заметить что это высота я себя чувствовал ужасно засыпал на ходу я падал в этот снег я шел медленно знаете как ждется обычно на такой высоте ты делаешь три вздоха три вздоха и один шаг и шаг это будет не вот такой шаг скорее всего это будет вот такой так вот у меня это было и 5 и 7 избивался со счета ну то есть это высота мне давалось ужас после третьего лагеря мы спустились во второй что 18 что сейчас одинаково все спустились во второй со второго переночевали спустились базовый в базовый лагерь базового лагеря мы улетели на зеленку что такое зеленка это то место то высота где есть деревья где есть зелень вы не представляете как начинаешь скучать да это красиво это безумно красиво но когда ты это видишь 20 дней и нет запахов есть запах знаете какой запах запах серы наверное запах серы ну запах серы это то чем у меня ассоциируются горы вот камень так пахнет нет никаких других запахов так вот когда ты спускаешься на зеленку это потрясающе вот мы спустились на зеленку спустились и как я как я раньше говорил с помощью канадца мэтью который наверное симулировал снежную слепоту и решил возвращаться к адманду на зеленку нашем случае мы спустились до высоты нам че базара нам че базар это просто это это лас-вегас ребята это лас-вегас после всего то что было раньше это лас-вегас полная жизнь куча людей веселье ну ну потрясающее место и вот что я забыл сказать про второй лагерь самый главный вопрос самый главный вопрос а зачем мне ночевать в втором лагере зачем если можно коснуться и уйти и вот тут вот внимание зачем если вы переночуете на более высоте чем коснулись то есть переночуете в третьем лагере на 707 200 то я говорю только о кислороде если вас если ваше восхождение с кислородом и не дай бог не дай бог что-то случится то у вас есть шансы спуститься самостоятельно у вас будут силы у вас будет акклиматизация на этой высоте но если вы не ночевали так высоко идите с кислородом и это случится вам гораздо в разы тяжелее будет спускаться чем на этой высоте если люди планируют восходить восхождение без кислорода изначально они ночуют и в третьем и четвертом лагере 4 лагерь в районе 87908 они там тоже ночуют потому что это очень важно вернемся к нам еще базару потому что там жизнь и там весело повторюсь составе нашей команды роман городечный из львова перший львовянин тарас поздний перший была церковать семиленко дмитрий ваш покорный слуга как оказалось 1 из днепра по моему мы зашли туда где мы не пройдем ирина гавай на тот момент уже восходила первая украинка которая была на эвересте эффектная блондинка куртуазно на нее все обращают внимание с не хотят познакомиться но мужчины в горах 30 дней сами понимаете женского внимания не хватает и все конечно же хотят по методу ирины галай продолжаем акклиматизацию так вот у нас все весело классно а вообще скажу что сегодня сидела думала по поводу того что вы еще месяц находиться здесь и начинаю от этого уже кайфовать если раньше меня это все раздражало я понимал что там уходит какие-то там внешние данные там сохнет кожа волосы и все остальное сейчас уже умею с этим всем бороться знаю что надо делать как-то спокойнее все намного чем в первый раз когда была длительная экспедиция поэтому я начинаю понимать что к чему и что самое главное что второстепенно ее внимание ее внимание я продавал за кофе и печеньки они приходили хотели познакомиться мы сидели в кафе говорим там чем угостить но обычно бы сказать да не ничего не надо как это не надо 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 кофе надо карат кейки чизкейки десерты я конечно же шучу но было весело нам еще базаре мы пили чай кофе мы ели в основном сладости кроме нас и мы отдыхали мы реально много отдыхали мы спали смотрели ужасы и эти четыре дня были одним из лучших куда мы зашли так ладно попробуем спускаться без кошек и кроссовок это будет тяжело кошек и ботинок на кроссовках вот такой вот сумбу 4 через четыре дня мы полетели обратно в базовый лагерь кстати толик михайличенко спустился в нам же базар пешком мы решили что нам пора совсем быстро цена цена вопроса тогда это стоило полторы тысячи долларов сейчас самолет как вертолет который берет трех человек нам че базар стоит 1200 400 долларов человека либо ты идешь очень быстро весь день порядка 12 часов вот и придешь нам че базара обратно мы полетели за те же полторы тысячи сейчас это стоит 1200 прилетели в базовый лагерь и были готовы идти на штум переночевали одну ночь и пошли сразу же во второй лагерь а лавины здесь каждый день каждый день лавины в районе 10 штуки когда ты только пришел в базовый лагерь первые разы первые 5 дней ты бегаешь из палатки смотришь откуда лавина засыпят ли тебе камни что происходит а потом зайти как показывает в кино на войне там опытный боец которым пули стреляет он не двигается и вот новобранец так вот тоже самое здесь не обращаешь внимание на лавину мы поднялись во второй лагерь мы переночевали и долго долго она сменялась ситуация мы идем на что мы не идем на что мы идем на шторм мы не идем на шторм я по-моему три раза одевал и раздевался теплый костюм на себя в итоге мы идем на шторм мы пошли в третий лагерь мне третий лагерь дался также тяжело я пришел позже всех мы шли втроём тарас рома и я первый пришел тарас потом рома и наверное через полчаса пришел я мы зашли в третий лагерь мы залезли палатку в третьем лагере палатки вы уже втроём и нам дали кислород в третьем лагере получилось выспаться весьма неплохо кислород дает о себе знать руки не мерзнут ноги не мерзнут спали на половинке утро в палатке на 7 100 сегодня первая ночь спали с кислородом всем понравилось помогает снятся какие-то дедушкины сады сейчас по одному выходим и будем передвигаться в четвертый лагерь знаете как показывают когда наркотики принимают и все становится вот такой яркий для меня это было то же самое когда дали кислород первым делом и стало очень жарко очень жарко но просто вот я начал раздеваться потому что кислорода в крови в теле стало много и тепло разгоняется быстрее стало так жарко что просто ужас потом на 7 местах пришла к тебе эрекция да вот такая вот природа 34 дня все таки так тоже может быть мы зато все посмеялись и заснули рано утром рано утром мы пошли в четвертый лагерь обычно шерпы как делают он просыпается один у нас три их было собирает один делает нам завтрак второй там берет палатку идет следующий лагерь ставит палатку когда мы приходим она уже есть так вот в четвертый лагерь пошел шерпа пошел рома он не захотел ждать мы с тарасом вышли чуть позже я что самый последний думал что все равно я приду позже всех поэтому чем я как куда мне рваться в итоге я пошел с кислородом мне шлось настолько комфортно что через какое-то время я обогнал тараса потом рому и потом когда в этом в этой очереди людей я обогнал шерпу классные ощущения сегодня вчера без кислорода очень тяжело видишь идешь как на стейпере как на тренировке я не знаю я не знаю когда я обогнал я пришел четвертый лагерь минут 15 ждал его он пришел на месте поставили палатку примерно через минут 40 час пришел рома еще через полтора пришел тарас и так мы четвертом лагерь что из себя представляет четвертый лагерь это седло это огромная плата причем самое главное она довольно комфортная единственное что там очень много мусора палаток термосов там каких-то вот остатка спальных мешков ну то есть настолько много как нигде почему потому что мне сказали что там или четырнадцатом году было землетрясение тогда там все бросили просто ушли и этот мусор остался что-то что-то кроме себя как что-то 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы легли спать, ну, спать днем, в час-два дня Мы легли спать, и мы молчали Долго молчали в палатке И каждый думал о своем А вы представьте в эту минуту, о чем вы думаете Ведь то количество денег, которое вы потратили То количество подготовки, времени, усилий И вот они, вот они сейчас Вот все это вы на финишной прямой Вы на финишной прямой И это тяжело передать словами Но это внутреннее эмоциональное переживание Вернусь на секунду на экспедицию 21-го года Мы коснулись третьего лагеря Вернулись во второй Вернулись в базовый Вернулись в НАМЧА В НАМЧА мы провели такие же почти веселые 4 дня За одним исключением Нет людей Вообще нет Есть только альпинисты, которые вернулись тоже с горы Для того, чтобы отдыхать и готовиться на свои восьмитысячники Потому что здесь, как правило, люди возвращаются Чтобы идти или на Охотзе, или на Эверест А в чем отличие Охотзе от Эверест восхождения От этого маршрута На 7900 7900 это то место, где мы уходим влево на Эверест И прямо на Охотзе Вот и все В остальном месте Мы все время вместе все одинаково Все абсолютно одинаково Так вот Мы отдохнули Мы вернулись в базовый лагерь На том же вертолете за 1200 долларов Три человека и планировали идти на штум Мы вышли всей нашей командой Прошли к Хумбу Так же тяжело мы прошли подход ко второму лагерю И мы не успели Мы не успели на 17 часов Потому что погода изменилась Погодное окно, оно очень короткое было И Бахрейн сходил в это окно Потому что, опять же, я повторюсь Когда ты платишь много денег То на тебя работает практически вся компания И под тебя подстраиваются И делают, и изучают прогнозы Они дорогие, они платные Они правильные, они честные И человек может восходить на вершину С нами так не произошло Погода изменилась Я поговорил со своим шерпой Готов мне он попробовать штурмовать вершину Давай попробуем Потому что вроде бы по прогнозу погоды Еще одно окно могло быть Но уже с более сильным ветром Он согласился, мы попробовали Мы вышли с ним вместе 12 часов дня Но план был рискован Он был на грани провала Потому что мы должны были выйти Из-за второго лагеря И сразу идти на вершину То есть перепад высоты С 6400 на 8500 2100 метров больше, чем на Эверест Но мы попробовали Мы вышли Мы очень быстро до щиты третьего лагеря В третьем лагере нас накрыла Нереальная непогода Вот просто такой силы ветер Понимаете, ветер настолько пронизает Все твои кости Тебе становится очень холодно Нереально холодно Бороться с ветром Потерять силы И хорошо, если ты не поморозишься Нужно иметь здравый смысл Развернуться и пойти вниз Наверное, в тот момент он у нас был В третьем лагере При таком ветре В одной палатке находилось 8 человек Это было сумбурно Это было тяжело Потому что люди не хотели идти вверх Люди не хотели идти вниз Погода была отвратительная В тот момент же спустили погибших Погибшее тело американца Который восходил в эту же ночь на Эверест Но ему не хватило сил Ему не хватило сил спуститься Вот здесь важно Многие думают, что нужно просто набраться сил Для того, чтобы зайти на вершину Но нужно силы, чтобы спуститься вниз Вот здесь нужно помнить Вершина – это не конец Это полпути Спуститься вниз – это тоже очень-очень тяжело Два человека погибло Два человека – один из Швейцарии Один американец У одного из них четыре ребенка Или пять даже По-моему, пять детей говорили И это тяжело, когда тело спускает тебя на встречу Это морально тяжело Потому что, ну что в горах так Мы развернулись, спустились во второй лагерь Во втором лагере была такая же сильная непогода Мело Триминал опалатки На следующий день распогодилось И мы спустились опять в базовый В базовом скучно В базовом тяжелее переносить высоту И мы решили спуститься еще ниже Тоже на зеленку И отдыхали здесь вот В зеленке мы отдыхали четыре дня Сейчас мы вернулись опять в базовый И мы планируем Наверное, завтра в ночь выход во второй лагерь Почему все, наверное Почему все не точно Потому что это прогноз погоды Он меняется И ты не понимаешь, как будет Вроде бы сегодня погода хорошая Но все отлично Но через какое-то время все меняется И надо иметь прогнозы от четырех источников А лучше от платных Тех, которые проверены Эта ситуация на сейчас Эта ситуация на момент Который мы снимаем Вернемся к событиям восемнадцатого года Мы в четвертом лагере И мы лежим И тут я спрашиваю А что будет? Давайте поговорим о всех ситуациях Что будет, если в какой-то момент Кто-то из нас не сможет идти Ну, в смысле Кто-то не сможет идти О чем ты говоришь, Дим Но все мы сможем идти Да нет, я об этом Что восемь триста Восемь шестьсот Такая высота Мы все слышали о зоне смерти Что такое зона смерти? Зона смерти Это та высота На которой Нельзя помогать кому-то Но что значит нельзя? Если ты Если человек находится В тяжелом состоянии И ты решил помогать ему Внизу на равнине На уровне моря Равняется десять Десять по ощущению Он там Поэтому если человек весит сто килограмм С экипировкой Подумай Это считай то На сколько нужно людей Человек пятнадцать Восемнадцать Двадцать Чтобы спустить Так вот тема нашего разговора Начала Что будет Если кому-то из нас Станет пох Ну все-таки Говорят Да все будет окей Мы Конечно Мы развернемся Мы сразу возьмем И будем спускать И говорю Нет Ну серьезно Ребят Давайте серьезно Говори честно Сейчас Потому что мы Ну мы в каком-то таком состоянии Нервном И нам кажется Что там будет совсем по-другому Вот тут вот шутки закончились Все задумывались И Тарас говорит Что будешь делать ты Вот ты говоришь об этом Скажи что ты будешь делать Я тоже задумывался И через какое-то время Я подумал Что Вопрос денег Давайте поговорим о деньгах То есть я готов Спасать Помогать Друг другу Участвовать В том Чтобы максимально Не дай бог Что-то случится Спускать друг друга Но человек Которого мы спасаем Должен будет нам Возместить Эти финансовые потери Чтобы у нас была Хотя бы возможность Подняться На эту прекрасную вершину В следующем году Окей Да По рукам И мы договорились С этим мы С этой мыслью Мы заснули В 8 часов вечера Штурмовой лагерь Высота почти 8000 Это настал Тот самый момент Ради которого Все Тот самый момент Слышно звук Застегивающихся кошек Карабинов Собирается весь лагерь Практически весь лагерь собирается Знаете вот Ты в палатке лежишь Тебе говорят Пора идти Ты одет Мне это напомнило Детство Когда Когда зимой Надо идти в школу Вот ты Ты в теплой кровати Тебе будет На улице темно Ты прямо через окно Чувствуешь Вот этот вот мороз Который тебя Пронизывает И ты понимаешь Что сейчас Тебе нужно одеться Тебе нужно идти В школу Это будет холодно Это будет тяжело Это будет как-то вот Некомфортно Почему-то В тот момент Я вспомнил об этом Но мы Спали одеты Спальные мешки Были одеты Там Немного По Выше пояса Мы вылезли Начали обуваться Валенки Внутренние Из ботинок Ты ложишь В спальный мешок Чтобы они были в тепле Также все Пауэрбанки Телефоны Ты тоже Держишь в тепле Для того Чтобы они не замерзли Потому что на холоде Все выключается Очень быстро В общем Мы вылезли Из спальников Начали обуваться И Ну Та же ситуация Как в школу Зимой В детстве Вот так же Слышно вокруг Скрежет кошек Защелкивание кошек Как сучат карабины Весь лагерь В принципе Весь проснулся Одевается Все в 8 часов Вечером В узком Ты видишь Как линия фонарей Начинает двигаться Наверх На вершину Вначале ты идешь Просто идешь Потому что темно Ты делаешь шаг за шагом Кого ты обгоняешь Ты делаешь шаг за шагом Просто идешь У меня шлось комфортно Нормально В какой-то момент Я уже понял Что Я иду почти первым И нужно сбавить темп Потому что Кислород И вся команда Сзади Мы шли так По темноте Каждый думал Наверное о своем Но Все равно Это внутренние переживания Это эмоции Это какое-то состояние Хотя Ты уже уставший В общем Таким образом Плавно Я подошел К ступени Хиллари Был интересный момент Вот эти два испанца Которые были в нашем лагере Они развернулись На высоте примерно Не доходя до Хиллари Не доходя там Совсем немного Я спросил Почему вы идете вниз Что случилось Оказывается У одного из испанцев Прихватил палец на ноге Он считает Что ему стало холодно И прихватил палец И он не хочет рисковать Своим пальцем И решил идти вниз А второй Испанец Пилот У которого все было окей Развернулся И идет вместе с ним Потому что Говорит Мы команда Мы или вместе вверх Или вместе вниз Для меня это решение Было немного необычным И Я пришел к ступени Хиллари На ступени Хиллари Была очередь Какая была очередь? Наверное Вы слышали В 2018 году Один китаец Без ног Ампутирован Ему ампутировали При первой попытке Восхождения на юрест А у него после этого Было их еще Несколько И это была последняя Восходил на вершину То есть У него вместо ног Были трубы И на этих трубах Были такие сделаны Наваренные кошки С ним была целая команда Шерпов Которые помогали ему Снимали его Снимали видео Материал про него И ему было очень тяжело Подниматься по ступеням Хиллари Потому что это Это такой же камень Без снега Понимаете В кошках По снегу По льду хорошо А вот пока Мне очень неустойчиво И поэтому Образовалась пробка В районе часа А я стоял Ждал Примерно через полчаса Пришел Рома Пришел Рома С моим термосом Запасным Который говорит Он замерз Не может его открыть Разбил его при мне Об камень И говорит Давай пить твой чай И мы пили мой чай Знаете Те кто ходит в горы Знает Насколько важен чай Ты несешь его Ты рассчитываешь на него И он имеет какое-то Чудодейственное Действие Силу В горах Пить горячий сладкий чай В общем Мы пили мой чай Потом пришел Мошерпа Пришел Тарас И остальные Два Шерпа Мы поднялись По ступеням Хилари И продолжили Свой путь В этот момент Наступил рассвет Ну Вот это Непередаваемо Понимаете Это такой хребет Он очень острый Хребет По нему вдоль Перила И ты видишь Как встает солнце И земля округляется Это потрясающий вид Вот в тот момент Какой-то есть Внутренний прилив силы И мы пошли Вершина Эвереста Она коварна С этой стороны Она идет Хребет волной И ты поднимаешься И за этим хребтом Уже ничего не видно Ты уверен на 100% Что это вершина И так несколько раз Ну раза 3-4 точно В очередной Из таких вершин Тарас достал Фотоаппарату Шерпы И хотел Наверное Снять видео Или фотографии Потому что Он был уверен Что это вершина Но это была не она Через какое-то время Темп Тараса Очень замедлился Ему было тяжело И возможно Причиной этого Послужил даже Просто фотоаппарат Он тяжелый Мы начали упираться В Тараса И как бы Подгонять его Ему было тяжело Он агрессивно Кричал Что хотите Идите вперед Короче Это эмоции Мы решили Что мы пойдем вместе Таким составом Мы медленно Вместе с Тарасом Шли У Тараса Была специфическая маска Он ей очень хвалился Потому что У нее Кроме того Что она закрывала Все глаза Была закрыта Переносица И она была Какого-то Сомнительного качества И пластмасса От температуры Очень быстро Стала твердой И просто Отошла от лица И туда Заходил снег На такой скорости Снег Он прям режет глаза И в общем Очень медленно Очень медленно Мы двигались к вершине И последние 80 метров 80 метров по прямой Мы шли Наверное минут 20 Настолько тяжело было идти И вот она вершина Знаете как Это что-то сокровенное Это тяжело передать Тяжело рассказать Тяжело объяснить Но вот лично мне В моем эмоциональном Опыте Это просто был Какой-то всплеск И взрыв Происходящего Прекрасная видимость Потрясающе Ты видишь все Вот просто вокруг Все видно И самое главное У тебя есть Четкое ощущение И понимание Что ты стоишь На вершине мира На крыше мира Ты стоишь Мугめ Xiao чувствуешь Мал Christmas Скрип Маленько Женщина Маленько 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 У нас был спутниковый телефон и мы с Ромой договорились звонить по очереди каждой своим близким. Я попробовал позвонить Ксюше, она не подняла трубку, потом я попробовал позвонить родителям, маме, она не подняла трубку, потом позвонил Рома, потом я попробовал позвонить своему другу, не поднял трубку, и потом я позвонил папе, и наконец-то папа поднял трубку. Но мои родители не знали, что я на Эвересте. Они не знали, что я пошел на восхождение, на вершину. Я им сказал, что я по Непалу погуляю, посмотрю что-то. Поэтому они не знали. Когда отцу это была ночь, он звонил и говорил, что я на Эвересте, я на крыше мира. Я его разбудил, он сказал, с какой машины ты мне звонишь? Что ты мне вообще ночью звонишь? Я посмеялся и сказал, все, окей, потом перезвоню. Я положил телефон, дал телефон звонить Роме. И тут я обратил внимание, что вокруг все белое. Вот просто за секунду. В горах погоды. Это мгновение. Это вот так и все белое. Особенно на вершине. Ты ничего уже не видишь. А подобная ситуация оказалась на пике Ленина. И это ничего хорошего, не перспективно. Забыл момент. Когда мы поднимались на вершину, там была дава. Мы ее называли кофеваркой. Это бариста из Непала. Девочка, которая хотела на вершине сварить кофе. Ну, в общем, когда мы поднялись, себе дали бумажный стаканчик с кофе. Понимаете, вот ты не просто на Эвересте, а ты на Эвересте пьешь кофе. Натуральный кофе. Он очень быстро замерзает, но ты его пьешь. И это было необычно. Так вот, все стало белым, все поменялось, все как бы резко испортилось. И мы поняли, что мы не сфотографировались ни с одним из флагов. Мы не записали видео АСКФМ спонсоров, в которые нужно положить криптовалюту. И мы начали этим заниматься. Быстро фотографировать флаги. Я фотографировался с флагами, голыми руками. Было прохладно, но не могу сказать, что критически холодно. Знаете, вот не было такого, что прям, если ты на вершине, там все прям, просто вот, нет. Если нет ветра, в принципе, все окей. Отфотографировали все 12 флагов. Потом мы записались с видео с Тарасом об АСКФМ, потому что мы оставляем криптовалюту. И мы решили спускаться вниз. Погода очень быстро испортилась. Налетела буря. Сейчас вот так вот, вокруг мгла, ничего не видно, поэтому пейзажи не буду показывать. Скажу лишь одно. Пальцы отмерзают АСКФМ, но я не об этом. Три года назад я даже не мог мечтать о Бибересте. А сейчас мы здесь. Осталось еще спуститься, но мы постараемся. Так вот, ставьте амбициозные планы и добивайтесь их, пускай постепенно. Я подошел к своему Шерпи, взял у него баллон, поменял и пошел вниз. И знаете, что я уперся? Я уперся опять в того же китайца, который на вот этом вот остром хребте крайне медленно двигался. Ему было тяжело идти. Он устал, он соскальзывал. Его вытаскивали на маршрут. И образовалась опять большая пробка. Не хочется находиться в такую погоду, на такой высоте. И я принял решение идти по ним. Что значит идти по ним? Там маршрут для одного человека. Но ты пристегнут к этим перилам. И когда ты упираешься в человека, ты его не можешь обогнать. Некогда обойти. Поэтому я просто перестегивал, если была возможность, за ним и обходил его. Или же, если не было такой возможности, они тоже не пропускали. Стегивал на его рюкзак и шел вот таким вот образом по всем людям, которые были впереди меня. Пять человек этих, команда. За мной шел Рома. Мы спустились и пошли дальше вниз. Потом мы встретили кофеварку и пасанг. Это был ее Шерпа. Вот я увидел первоклассную работу Шерпы. Он помогал ей дюльферить, спускать вниз. Она была очень уставшая. Ей было очень тяжело. Но это была потрясающая работа. Это вот прям по-настоящему работа команды. Он ей очень помог. То есть вот тот случай, когда без такого человека, наверное, успех был бы сомнительным. Мы спускались. Я на высоте 8600 тысяч, 8600 метров увидел человека, который сидит, пристегнут перилом. Но он был без маски. У него были все глаза, заледеневшие в снегу. И он просил о помощи. То есть первым делом я оборвал ему этот снег, лед вместе с ресницами. Одел запасную маску и спросил, где его Шерпа. Он сказал, что Шерпа его где-то на вершине. Он его потерял. И он не может, ему очень тяжело ничего не видеть, спуститься вниз. Это зона смерти и понимание того, что это опасно. Но мне казалось, что я могу помочь. Я попробовал отрегулировать кислород, потому что манометр показывал наличие кислорода в баллоне, но маска у него не работала. Я его крутил, я его грел, это не помогло. Тогда мы договорились, что я буду помогать ему идти вниз. Каким образом? Он будет идти сам, но я буду направлять перила, потому что он не видит. Он будет за ней держаться и перестегивать его на каждой станции. И мы попробуем спуститься. Он согласился, а мы втроем пошли вниз. Мы спускались порядка пяти часов, наверное. Этот маршрут бы мы прошли часа за два. Чай давно закончился. Он просил пить, но не было чего пить. У меня была половинка сникерса, мы поделились и ели его. Ну, ели. Ты его уложишь в рот и даже нет сил жевать, просто он у тебя тает во рту. Мы спустились в четвертый лагерь. В четвертом лагере я его провел к его компании. По-моему, это называлось Pioneer. Мы поменялись контактами. Он поблагодарил. И я вернулся к нашей палатке. Как только я подходил к нашей палатке, я увидел, как в нее залез Тарас и упал просто вот практически без сознания. Даже в кошках, надувные карематы, я снял с него кошки и говорю, что нам нужно идти вниз. Он никак не реагировал, абсолютно. Просто никак не реагировал. Вот такие у нас ранок, после 800, если вы вырастет. Тарас покажи вот так. Тарас подморозив гипедоком, и теперь одним оком бухерек пленчат и дальше. Тарас подморозив гиперек пленчат и дальше. Тарас подморозив гиперек пленчат. рома увалился рядом с ним просто четвертом лагере увалился и игром надо идти вниз мы договаривались надо спускаться вниз нельзя оставаться четвертом лагере это очень опасно опасность заключается в том что очень устаешь ты настолько устаешь что ты засыпаешь можешь не проснуться такая статистика что порядка десяти процентов людей не просыпается в четвертом лагере рома стал что у него нет сил он не может идти вниз он будет отдыхать четвертом тогда я пошел соседнюю палатку поменять баллон и пойти вниз я пришел в седнюю палатку к своим шарпом там они сказали что никто никуда не идет все остаются здесь все был спать четвертом лагере все устали мы поздорили мы поскандалили и произошел большой конфликт я тогда не понимал что происходит почему они остаются я забрал свой баллон прикрутил его и пошел вниз до третьего лагеря мне идти было довольно легко и 0 на было светло и были люди было были люди на маршруте все было довольно безопасно с третьего лагеря во второй вот этот участок для меня был наверное самое самым опасным на всем восхождении спуске севереста потому что с третьего лагеря наклон довольно резкий ты спускаешься по перилам уже темно и на маршруте никого нет метет снег и видимость метр полтора было очень тяжело было реально очень тяжело я спустился вниз потом идет ровное плато где нужно не провалиться в трещину и когда я шел по этому плато я надеялся увидеть старые следы но их тоже замело и было тяжело ориентироваться но все же нужно отдать должное встречающим шарпом которые время от времени выходили во втором лагере и махали фонарями я понимал куда идти я пришел во второй лагерь вы знаете о чем я мечтал больше всего когда спускался с третьего во второй лагерь в третьем лагере я попил чая пришел просто постороннюю палатку попросил ребят и они налили мне чая я попил но больше всего мечтал я об яблоке и о кока-коле я не знаю почему она имеет такую силу вот там вот но просто хочется нереально хочется я захожу в дайнинг холл и на столе лежит яблоко там сидят люди лежит яблоко я просто взял яблоко без спроса залез в чью-то палатку почему чью-то потому что вот так ребята вернулся мне яблоко мерзит не встречает четыре человека как-никак и приятно во втором лагере нет собственных палаток откусил яблоко образнулся я через 12 часов это яблоко которое откусила но по-прежнему осталось у меня во рту я его не переживал то есть я очень хотел яблоко и я очень хотел спать но одно победило над другим поэтому я проснулся с яблоком в руках и куском во рту переживал его и продолжил свой спуск в базовый лагерь я пришел в базовый лагерь и в базовом лагере я узнал что мой шерпа остался на вершине он последний раз его видели на высоте примерно чуть выше ступени хиллари там наверное 8 700 8 750 8 600 что-то таких старший шерпа таша спускался тоже провалился куда-то по перилам поднялся у них был радио обмен но но он остался там я проснулся от того что в базовом лагере ко мне пришли родственники погибшего и хотели узнать как все произошло но мне рассказать было нечего я шерпа своего увидел познакомился с ним только перед вершиной он сказал что он был несколько раз на вершине вереса несколько раз на других восьмитысячника это казалось не совсем правдой ему было 44 года таша can you tell what's happen with mama бабу шерпа а в том что в сометании я не знаю что эта сценария ходила будущее когда он был ранен на вершине кое-как 2003 года что он был ранен на вершине и его раскрытие за пути он был завершен субивом в лагере за хиллари штвиш и потом к последним сюда тоже он заливался в индикаторе на ювокок суть я украл в педа над противника то он был далее 200 метров в третьем году и после этого UFO я не знаю как мы Он и я очень тяжелый. Я все равно вернулся. Очень тяжелый? Да, моя жизнь прошла тяжелый, очень тяжелый. Он есть радио? Да, я есть радио. Он есть радио? Да. Он говорил с ним? Нет, нет контакта. Нет контакта? Нет. Вы не знаете, что произошло? Нет, я не знаю. Что вы думаете? Он падает? Да, я думаю, что он уже был. Он падает. Я думаю, что он уже падает. Я не знаю. В прошлый раз вы видели... Какая атмосфера? Это был нердососомен, был от Илларистип. Это был нердососомен. Прежде? Прежде? После Илларистип. Да, нердососомен. В около 1600? Да. В базовом лагере также я узнал, что параллельно на штурм вышла Ира Галай, Толик Михаличенко и Рустем. Они дошли до четвертого лагеря. У Рустема ситуация была крайне тяжелая, потому что болезнь начала прогрессировать, на высоте это происходит. И он надеялся на то, что в четвертом лагере он сможет кому-то попасть в палатку, потому что у него был пакет базовый, в который не включал ни палаток, ни еды выше базового лагеря, ничего. И если во втором, в третьем лагере еще возможно получить палатку, надеяться на то, что кому-то ты можешь зайти. То в четвертом лагере Лхотзе это ужасно. Там вот такой наклон. И каждая палатка вырубывается ледорубами часами. Часа три-четыре нужно, чтобы поставить место под одну палатку, и она будет стоять полубоком, потому что нужно рубить голубой лед, и это тяжело. И там очень мало места для палаток, и палаток самих по себе мало, там их было немного. Он пришел, в одну его не впустили, он пришел, в другую его не впустили, в третью его впустили. Там была Ира, и она говорит, я увидела в каком ужасном состоянии, я говорю, тебе надо спускаться, ты не сможешь зайти на вершину. Он развернулся и пошел вниз, он дошел до третьего лагеря, заснул и не проснулся. Этому я узнал в базовом лагере. Также я узнал в базовом лагере по радиообмену, что Тарас получил снежную слепоту. В связи с тем, что маска эта неплотно прилегала по стекла ему глаза, заходило туда яркое солнце. Солнце там очень яркое. Он получил снежную слепоту, и ему крайне тяжело идет со четвертого лагеря вниз. Они дошли до второго лагеря и говорят, что они не смогут дальше идти, нужна эвакуация. Дело обстояло так, они находятся во втором лагере. Тараса снежная слепота, подмороженные пальцы на руках, им нужно пройти ледник Хумбу. Вы его видели. С закрытыми глазами, но это очень тяжело сделать, вот просто крайне тяжело. Поэтому я занялся вопросом эвакуации. Здесь даром начали связываться с страховой компанией, выяснять, как это сделать, что это сделать. Оказывается, у Тараса была страховая эвакуация на сумму 5 тысяч долларов. На сумму 50 тысяч евро в принципе, но 5 тысяч долларов это транспорт. Со второго лагеря в Катманду стоит 10 тысяч долларов. Тогда объединились с еще одной эвакуацией, и удалось договориться, чтобы на следующий день, на следующий день их забрали. Потому что словами здесь, я вам отдам деньги, вы не договоритесь. Вы знаете, как ни странно, не банально это звучит, я думаю, что на Эверест имеет смысл брать с собой деньги. Деньги кэшем. Потому что если у тебя что-то случится, тебе надо будет платить. Тебе надо будет платить за эвакуацию, за еще какие-то экстренные случаи. Как, например, у Ромы замерзла маска, ему показалось, и он хотел поменяться с Шерпой. Шерпа сказал, окей, мы меняемся с тобой масками, но ты мне даешь тысячу долларов сейчас сразу здесь, и я иду вниз. Вот такая правда. В общем, на следующий день, сказали, вертолет их заберет в 6 утра. И сказали, чтобы я собрал вещи, готовился, он прилетит в базовый лагерь, заберет меня, и мы втроем полетим к Катманду. Но увидев то, что происходит здесь, поняв, что они не особо здесь будут переживать кто-то, кроме ваших членов команды, и понимая, что Рустем погиб, а Ира с Толиком вышли на штурм, мол, Ходзе, я решил остаться и дождаться, и понять, все ли в порядке, все ли будет хорошо с ними, и тогда лететь домой. Забрал вертолет Тараса, забрал вертолет Рому, я им здесь отдал их вещи, и они полетели в Катманду. Мы связались, Толик попытался выйти на вершину, ему не удалось достичь вершины, он развернулся, пришел раньше, чем Ира, он был здесь. Ира попыталась выйти без кислорода, что крайне тяжело. И ждала, вернулась в 4 лагерь и думала подняться, еще раз попробовать попытку сделать, но по радио было слышно, что ей крайне тяжело, что вообще нахождение на высоте 8000 метров убивает вас. Тут вот есть такая истина, 5300 метров, вот этот наш базовый лагерь, это тот предел, где мы можем нейтрально существовать, но чем выше мы поднимаемся, тем быстрее мы умираем, тем быстрее организм отказывается существовать там. Поэтому нахождение в 4 лагере, это было смерти подобно. Она решила спуститься вниз, она спустилась, и мы перелетели в Луклу. А в Лукле, в Лукле столкнуться с такой проблемой, что, вы знаете, вот когда на рынке люди пытаются уехать в Советском Союзе на автобусе на даче, на село, куда-то еще, в один автобус летом в жару лезет там, ну вот можно 80, а лезет 180. Вот то же самое происходило с вертолетами. Больше всего платили деньги китайцы, поэтому после того, что в вертолет садились люди, потом приходили китайцы, давали в два раза больше, этих убирали, садились китайцы и летели в Катманду. Три дня, три дня мы ждали, чтобы улететь в Катманду. Мы в Катманду. Полное ощущение безопасности, полное ощущение самоудовлетворения от вершины. Тарасу забинтовали пальцы, он их немного подморозил, в принципе, ничего страшного. Глаза у него болели, по-моему, порядка две или три недели, но все восстановилось. Он колол себе дексаметазон, который ему почему-то не помог, как он говорит, спускаться вниз. Мы встретились и вместе, и это была приятная, теплая, радостная встреча. Сказать, стоило ли восхождение того? Наверное, да. Могу сказать в конце, что очень важна команда, которой вы идете на вершину. Получается, в процессе восхождения отсеивается все лишнее. И появляется какое-то горное внутреннее братство. И эта связь держит нас до сих пор. Сейчас, сегодня, мы готовимся к штурму нашей новой командой. Команда Эверест Ходзе. Самое тяжелое у нас предстоит впереди. Я очень хочу, чтобы наша команда зашла наверх и спустилась целой. В этом году очень много украинцев в базовом лагере Эвереста. Мне очень хочется, чтобы у всех получилось безопасное восхождение. Но знаете, что сейчас? Сейчас большая проблема погодного окна. И очень многие команды сейчас находятся во втором лагере. И ветер там очень сильный. Есть возможность восходить в такой ветер. Но нужно иметь холодный ум, чтобы развернуться и спуститься вниз, если что-то пойдет не так. О том, что будет дальше, мы узнаем через пару дней. Через пару дней мы выходим на шторм. Нам нужна ваша поддержка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...